Выйдя из городской суеты, мы открываем для себя местные тропические виды растений. Можно отдохнуть на лужайке ботанического сада и полюбоваться коллекцией скульптур. С вами Андрей Лиана на канале «Жить в Аргентине». Этот сад открыт 7 сентября 1898 года и его содержание зависит от правительства города Буэнос-Айреса. С 1996 года является национальным историческим памятником. Среди зеленых мантий, которые составляют различные растения в саду, можно найти 33 произведения искусства, включая скульптуры, бюсты и памятники. Одной из самых больших достопримечательностей ботанического сада являются 5 теплиц, в которых охраняются различные виды из более теплых регионов. В центре парка находится большая структура из железа и стекла, которая хранит внутри виды, происхождение которых восходит к далеким эпохам. Мы говорим о главной оранжереи ботанического сада. Структура здания позволяет сохранять влажность и температуру в помещении благоприятной для почти 2000 видов растений. Выставленная и однагражденная на населенной выставке в Париже рядом с эфелевой башней в 1889 году, оранжерея была переведена в Аргентину в 1897 году. Рядом с оранжереей особняк английского стиля. Он был построен в 1881 году польским архитектором Джордан Высоцкий. Сегодня здесь находится небольшой ботанический музей. Субтитры создавал DimaTorzok Углубиться в любое из этих мест значит погрузиться в другой мир, переместиться на несколько мгновений в поле, лес или любую другую среду обитания в мире. Здесь можно найти более 5000 видов деревьев и растений. Посетим наш симметрический сад во французском стиле 17-18 веков. Давайте насладимся с нами этой прогулкой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА